Вот только вот это маленькое определенное место должно у вас работать. Поэтому мы захватываем руку в такой вот замок, так называемый, да, кому под какую удобнее руку, и накладываем вот это вот место сюда, где мы будем качать. Второй рукой мы просто плотно обжимаем и создаем дополнительные усилия вот в эту точку. Мы качаем только вот это вот. Навыки оказания первой медицинской помощи при потере сознания продемонстрировал врач-реаниматолог Одинцовской подстанции скорой помощи, общественникам, муниципальным депутатам, представителям молодой гвардии «Единой России» и молодежного парламента. Для того, чтобы оказать первую помощь, у человека все при себе есть всегда. Это руки, голова, телефон, ремень. Все это может потребоваться для оказания помощи и может помочь пациенту. Александр Эльбович работал в стационаре кардиоанестезиологом-реаниматологом. Обеспечивал операции на сердце. Сейчас занимается перевозкой из одного к госпиталю в другой тяжелых пациентов. С инфарктами, инсультами после ДТП и падения с высоты, а также людей, потерявших сознание в общественном месте. Тех, на кого нет данных о причине их состояния. Если человек без сознания, нужно определить, дышит ли он, проверить пульс и, если нет дыхания, перейти к массажу сердца. Важно ни в коем случае не прерывать реанимационные действия до приезда скорой. 30 минут в таком режиме. Эти навыки должен знать каждый, на самом деле, житель, гражданин, активный, неактивный, потому что от этого никто не застрахован, это может случиться в любую минуту и с тем угодно. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».